Здравствуйте, друзья! В языках народов Центральной Африки есть такая фраза «кенако», что означает «самое время». Мы решили искупаться в теплых источниках и выбрали для этого самый подходящий сезон года. Просто чуть позже туда будет уже не проехать. Куда стоит поехать, чтобы искупаться и позагорать на солнышке? Разумеется, на юг. Поэтому цель нашего очередного путешествия – джумалинские геотермальные источники. Находятся они на южной окраине республики Алтай, почти у самой границы с Монголией. Эта поездка не казалась нам какой-то очень уж сложной. Единственный нюанс – необходимость оформления пропусков в пограничную зону. Но эта процедура не отняла у нас много времени, и, получив документы, мы отправились в путь. Протяженность маршрута от селения Кош-Агач до источников составляет около 100 километров. Местные жители говорят, что полноприводные автомобили тратят на его прохождение около 4 часов. Поначалу дорога представляет собой плотную грунтовку, постепенно уводящую все выше и выше в Алтайские горы. Чисто теоретически, еще из школьного курса географии, нам было известно, что температура воздуха по мере набора высоты понижается с каждой тысячей метров примерно на 7 градусов. Но мы, жители равнин, крайне редко сталкиваемся с этим явлением на практике. И в очередной раз были крайне удивлены тому, что буквально едва успели стартовать, как приехали в самом прямом смысле из лета в зиму. Довольно быстро окружающая температура потеряла полтора десятка градусов. А высокая влажность и пронизывающий ледяной ветер только добавляли ощущение того, что мы перепутали направление и по ошибке попали в Арктику. А я видел людей. Они нам показывали, не надо сюда ехать, все уже надо ехать обратно. Нормально, у нас же везде ходы. Кажется, что в таких условиях не может существовать ничего живого. Но в прикрытой от сильных ветров небольшой долине мы встретили мирно пасущееся стадо коров, среди которых было несколько сорлыков. Вот уж кому действительно ни почем зимняя стужа. Густая шерстяная юбка почти до земли, ну или во всяком случае до уровня снега, прекрасно защищает их от любой непогоды. Этих ближайших родственников тибетского яка называют сорлыками за характерный хрюкающий звук, который они издают, когда чем-то очень недовольны. Мы не стали экспериментировать и сочли, что вряд ли стоит нервировать рогатого зверя около тонны весом, только лишь для того, чтобы послушать, как он хрюкает. Интересно, что в силу особенностей организма они почти не умеют потеть, и температура выше плюс 15 градусов им кажется невыносимой жарой. Мы проехали примерно половину пути, как дорога стала заметно уже и вскоре превратилась в обледенелую колью, повторяющую естественные изгибы рельефа со скользкими подъемами и спусками. Местами встречались неглубокие бродики через речки и ручьи, не успевшие замерзнуть из-за сильного течения. На перевалах высотой около двух с половиной тысяч метров колея оказалась настолько заметена снегом, что ее даже не всегда получалось разглядеть, и порой приходилось двигаться напрямик по снежной целине, то зарываясь в сугробы, то проваливаясь в покрытой льдом лужи. В этой снежно-ледовой каше нет-нет, да и попадались острые камни. Мы уже почти добрались до места назначения, как пришлось делать незапланированную остановку для ремонта колеса. Слушай, а что случилось? Не знаю, где-то влетело в какой-то большой-большой камушек. Сейчас я попробую починить его с помощью жгутов. Если не получится, то разберем диски, у нас диски разборные, и ставим камеру, поедем дальше. То есть все зависит от толщины прокола. Но его можно судить вот, какой камень здесь сидит. Сейчас мы его попробуем извлечь. Я вообще не понимаю, как он туда попал. Как он туда попал. Но отверстие оно сделало. О, ничего себе. Прилично прям острый, как наконечник стрелы. И сейчас будем что-то делать. Пожалуй, самый важный инструмент для квадроциклиста – это набор для ремонта бескамерных шин. Шило, жгутики и клей. В любом путешествии, и на асфальте, и на бездорожье, он всегда должен быть под рукой. Клей от мороза стал очень густым и тягучим. Впрочем, это не так уж плохо. И наверняка поможет справиться с повреждением, которое оказалось довольно большим. Нам пришлось использовать сразу два шила и два жгута, чтобы надежно заделать место прокола. Закончив с ремонтом, мы благополучно добрались до источников. Они расположились в уютном ущелье среди припорошенной снегом высокогорной тундры. На правом берегу Джумалы, на небольшом пятачке из принесенных рекой россыпей гальки, вытекает десяток ключей с минерализованной водой. Они не замерзают даже в зимнее время. Наиболее мощные струи заключены в трубы, наполняющие оборудованные для купания ванны и бассейны. Из-за высоких концентраций фтора, лития, вольфрама и молибдена, эта вода не очень-то пригодна для питьевых целей. А вот купание в ней, как говорят, оказывает благотворное влияние на организм и помогает избавиться от многих проблем с желудком, суставами и головой. Мы рассчитывали на то, что здесь золотая осень, белая зима. Это в корне меняет дело. Ой, как хорошо. Ножкам тепло стало. Мы предупреждали вас. Оденьте ботинки. Пока мы добирались, солнце успело скрыться за горой и стал крепчать морозец. Но как бы ни казалось холодно и неуютно, отступать нам теперь уже некуда. Да и девушки смотрят. Поэтому сомнения прочь, будем нырять. Холодно. А ступеньки-то обледенели. Давай уже быстрее. Виталь, братан, бегом. Тепла здесь нет. Вот он где живет. Если поверить самому себе, что ты расслабился, то, наверное, тепло. Ну, учитывая, что на улице минус 12, а мы сейчас находимся в воде, которая плюс 18, то даже где-то проскакивают нотки, что мне тепло. По составу вода здесь считается хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатно-натриевой. Она содержит радон и множество микроэлементов. А по ощущениям, купание в джумалинских ключах вообще трудно с чем-либо сравнить. Это не похоже ни на горячие гейзеры, ни на обжигающую ледяную прорубь. Хотя температура воды здесь даже холоднее, чем в спортивном плавательном бассейне. Но в ней гораздо приятнее, чем на морозном ветру. А чтобы не мерзнуть, надо просто погрузиться в воду полностью и непрерывно двигаться, как это делают многочисленные рыбки, снующие у нас под ногами. Купание вызвало у нас мощный прилив бодрости и чувство, что мы можем хоть прямо сейчас ехать дальше сотни километров. Но солнце уже зашло, и самым правильным решением было остановиться на ночевку рядом с источниками. Мы поселились в домике, построенном местными жителями, регулярно приезжающими к джумалинским ключам для поправки здоровья. Условия похожи на спартанские, но главное тут есть печка. Мы получили возможность просушить вещи и приготовить роскошный ужин. Для восполнения потраченных калорий нам требовалось усиленное питание. Запаса еды, который был нами уничтожен, в обычных условиях, наверное, хватило бы на целую неделю. Впрочем, мы и не собирались задерживаться здесь надолго. С рассветом мы собирались продолжить наше путешествие. Его целью было знаменитое плоскогорье Укок, путь к которому лежит через перевал Теплый Ключ, находящийся совсем рядом с источниками. Но погода внесла свои коррективы, под которые нам пришлось подстраиваться. И мы отправились в обратном направлении, в Чуйскую степь, ведь там осталось еще немало интересного. Говорят, что не всем удается попасть на Укок с первого раза. Что ж, придется делать еще попытку. Наш маршрут проходит в 30 километрах от села Кошагач, у южной окраины Чуйской степи. Неподалеку от места, где соединяются горные хребты с Илюгем и Южно-Чуйский, находится довольно странный археологический объект – Тархатинский мегалитический комплекс. Иногда его называют Алтайским Стоунхенджем, по аналогии с известной каменной конструкцией в графстве Уилтшир, неподалеку от Солсбери. Но тех, кто ожидает увидеть нечто подобное британскому сооружению, скорее всего ждет разочарование. Тархатинские мегалиты на первый взгляд кажутся просто хаотичным нагромождением скальных обломков. Тем не менее, при взгляде сверху, можно заметить, что камни выложены в почти правильную окружность, диаметром около 60 метров. Наиболее крупные из них располагаются на ее северо-западной дуге. Один из камней по форме напоминает огромное кресло со спинкой. На его плоской задней поверхности нанесено множество рисунков-петроглифов. Их появление относят к бронзовому веку. Это значит, что они были сделаны около 4000 лет назад. А сами камни, на которых выбиты изображения, оказались на своих местах еще раньше. Может быть, даже во времена неолита. Как все это выглядело изначально, можно только догадываться. Судя по тому, что большими и малыми скальными обломками усыпано все окружающее пространство, конструкция изрядно разрушилась за долгий период своего существования. Этим загадочным мегалитам и в наши дни придается сакральный смысл. Местные жители проводят около них традиционные обряды. Поэтому здесь довольно часто можно встретить дымящиеся угли и следы жертвоприношений. Точно неизвестно, с какой целью было создано это сооружение. Можно лишь строить гипотезы и догадки. Самый большой камень обладает весьма внушительными габаритами – больше 6 метров в высоту. Здесь, посреди степи, такому просто ниоткуда взяться. Значит, тысячи лет назад люди располагали способами, позволявшими не только привезти, но и расставить в нужном порядке многотонные глыбы. Как все-таки мало мы знаем о наших предках. Субтитры создавал DimaTorzok